Христос воскресе! Начал куск на телевидении диалог о православии. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни!» написано в Откровении апостола Иоанна Богослова. «Претерпевший же до конца спасется», — говорит Спаситель со страниц Святого Евангелия. В ближайшее воскресенье Русская Православная Церковь будет торжественно и благовельно отмечать память святых жен Мироносиц, праведных Никодима и Иосифа Аримафейского. Сегодня мы вспомним этих людей, которые до самой смерти оставались верными Господу, стойкими и непобедимыми. В течение времени Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Чем заслужили такую честь? Почему прославляет Церковь святая этих людей? Ну, да, вроде бы как в Евангелии мы видим, большую часть занимает беседы Господа с апостолами, с какими-то людьми, так сказать, исцеленными, воскрешенными. Может быть, какие-то там жены присутствуют, жены Мироносицы. А Никодим и Иосиф Аримафейский, они присутствуют, в общем-то, в конце евангельского текста. И вот, так сказать, можно сказать, мельком, но, тем не менее, они там присутствуют. И мы видим, что эти люди особо, как сказать, Господом выделены из среды апостольской тем, что именно им Господь доверил свое тело для погребения. То есть, они были людьми высокого уровня власти, они входили в Синедрион, это такой орган управления и религиозного, и государственного управления Израилем. И они вот были, ну, как сказать, князьями израильскими, да, как сейчас вот там депутаты или сенаторы. Вот такого уровня это были люди, и, собственно, они в Синедрионе заседая, они участвовали в том числе и в судьбе, в обсуждении судьбы Господа Иисуса Христа. Причем Никодим даже отстаивал, то есть заступался за Христа, говоря всему Синедриону, он один-единственный выступил в поддержку Господа, говоря, что мы не можем судить кого-либо, даже не выслушав его. То есть заочно выносить какой-то приговор, тем более смертный приговор, мы не имеем права, не можем, так никогда не было у нас. Почему? На что ему был ответ, что, в общем-то, нежели ты ученик? Не видишь ли, что из Назарета никто не должен, не может прийти никто добрый, да? То есть ссылаясь на такие пророчества, что Мессия должен прийти из Вифлеема, да? А Господь пришел из Назарета, но мы-то знаем историю, что родился-то он в Вифлееме. И опять же, при внимательном рассмотрении Синедрион мог это все выяснить и поставить все на правильное, так сказать, положение. Но у Синедриона не было задачи выяснить все и, так сказать, привести это по справедливости к какому-то значению для народа израильского, для судьбы Господа. Нет, у них была задача засудить, поэтому они даже не стали слушать и брать в рассмотрение слова Никодима. И в том, что он заступился, единственный из всего сонма князей израильских, он единственный заступился за Господа, это уже ставит его особое положение. Причем на тот момент было достаточно жесткое наказание всех, кто последовал за Христом. Их отлучали от синагоги, а это говорило о том, что человек лишался работы, жилища, прихода в храм, то есть религиозное такое было наказание, государственное наказание и экономическое. То есть все, что можно было, так сказать, санкции, как сейчас мы с ними также ярко знакомы, только сейчас Синедрион европейский. Нас уже судят не по справедливости, а по каким-то своим, так сказать, размышлениям. Вот то же самое и тогда было, только это было относительно Господа Иисуса Христа. Но тут совершается совершенно четкая такая же фраза евангельская, меня гнали и вас будут гнать, меня слушали и вас будут слушать. Это Господь сказал всем своим последователям, в том числе и нам. Поэтому нас гонят, но нас слушают, потому что без России все равно ничего в этом мире не решается. И все войны, как это показывает наша история, они всегда, вот Россия их как-то завершала. Начинала не Россия, начинали в большей степени другие, а завершала Россия. Но здесь чуть-чуть отступили от темы. Никодим был тот самый ученик, который тайно веровал Христа, и днем он за ним не ходил. Но ночью, когда его не могли уличить в таком вот общении со Христом, он приходил ночами, беседовал со Христом. И известна его беседа, это уже мы в Евангелии читаем, беседа о крещении. Когда Никодим уже был в возрасте, человек старого, такого преклонного возраста. И когда Господь ему сказал, что человеку необходимо родиться дважды. Никодим очень удивился и даже переспросил, а как, неужели человек может войти в утробу, второй раз в утробу матери своей, чтобы родиться второй раз. Господь ему ответил, что, конечно же, сначала человек рождается по плоти от матери, а второй раз он должен родиться от воды и Духа Святого. И дальше Господь открывает величайшую тайну, которую до этого никто не знал, что тот, кто не родится от воды и Духа Святого, в Царство Небесное не войдет. Это вот, можете сами прочитать эти слова. Они не выдуманы, это цитата. Поэтому мы видим, что такие тайны, которые даже Господь с апостолами, это не проговаривал про крещение. А вот Никодим он эту тайну открыл. И эта тайна через беседу с Никодимом была уже открыта всем нам через евангельский текст. Но Иосиф Римофейский о нем меньше говорится, хотя он тоже так же участвовал в погребении тела Господа Иисуса. И они оба ходатайствовали перед понятием Пилатом о выдаче тела, потому что на самом деле совершенно не должны были даже тело Господа с креста сняты, не должны были его отдавать, могли его просто куда-то скрытно закопать. И ученики, никто бы и не узнал, где и что, и как. Но здесь, опять же, по промыслу Божию, из уважения понтия Пилата к членам Синедриона, он снизошел, так сказать, к просьбе Никодима и Иосифа Римофейского и отдал им тело Христа для погребения. И здесь уже мы видим, что сам Иосиф Римофейский тоже особым образом послужил Господу, потому что тот гроб, в котором сейчас происходит каждый год на Пасху схождение благодатного огня, где было воскресение Христово, тот самый гроб Господень, это был гроб, уготовленный себе Иосифом Римофейским. В его саду он находился рядом с Голгофой, и удивительным образом, это был новый совершенно гроб, удивительным образом, он, так сказать, этот гроб предоставил Господу. То есть, гроб не в нашем понимании, как мы это знаем, как у нас хоронят. Там, в Израиле, в большинстве случаев почва очень каменистая, а то и просто скалы, поэтому закопать тело невозможно, поэтому вырубали пещеры, и они использовались как гробы, то есть, тело клалось в пещеру, и закрывалось большим камнем. Вот такую пещеру вырубил себе Иосиф Римофейский, и когда Господь умер, он эту пещерку предоставил для погребения тела Христа, в котором, собственно, Господь и воскрес. А они и для себя, Иосиф Римофейский рядом ископал другую пещеру, вырубил скале, которая тоже там же, в гробе Господнем, рядом предел Иосифа Римофейского, так и есть, можно прийти и посмотреть, будучи в паломничестве в Иерусалиме. Это все мы видим. Для них это подвиг был, да, совершить такой? Ну, естественно, пойти против государственной власти, пойти против Синедвена... Да, все ученики разбежались. Да, пойти против вот этих гонителей, и, можно сказать, даже под смертной опасностью, то есть могли спокойно и их убить. Конечно, нужно было мужество, вера и любовь ко Христу, и только это их сподвигло на такой шаг, потому что ни один из учеников, даже Иоанн Богослов, не дерзнул просить тело Христова, потому что их просто бы не пустили во дворец Понтипилата, то есть у них не было статуса достаточного, чтобы туда войти и с таким прошением. Поэтому, конечно же, это все промыслительно было так уготовано Господом, и они были избраны самим Господом, как и апостолы все были избраны Господом. И здесь мы тоже видим удивительную любовь и промысел, такую премудрость Божию о этих людях, и о том, чтобы их прославить через их дела, касающиеся самого Господа. Теперь поговорим о женах мироносицах. Вот есть имена, их наверняка было больше, но до нас дошли через Евангелие имена Марии Магдалины, Марии Клеопова, Соломея, Иоанна, Марфой Марии, Сусанна. Ну, наверное, какая-то есть даже путаница во многих местах, и другая Мария. И вот там люди уже, святые отцы сопоставляли, что это с другая Мария. Ну, давайте мы о каждой поговорим. Вот Мария Магдалина, она именуется равнопостойной, и немногие заслужили такой чести женщины, если быть равнопостойными. В общем, да. Так вот по памяти, если сразу вспоминается, только царица Елена равнопостойная, которая обрела крест Господень. Она была матерью Константина Великого, императора Римской империи. Сама была императрицей. Вот она равнопостойная. Да, кто еще? Нина. Нина Грузинская, да, просветительница Грузии, равнопостольная. Кто еще? Ольга, великая княгиня Ольга, князь Владимир. Ну, так как она, собственно, в крещении Руси участвовала, то есть та же равнопостольная. Ну, вот что-то я больше... То есть равнопостольные, они потому, что наравне с апостольными проповедовали, да? Ну, конечно, то есть это речь идет о том подвиге проповеди евангельской, которые подняли на себя апостолы и равно с ними подняли вот эти жены, которых мы сейчас назвали, в том числе и Мария Магдалина, потому что она также проповедовала и в Риме, даже перед самим Тиверием, кесарем Римской империи, будучи благородного рода и будучи, имея возможность войти в императорский дом, во дворец, она вот его, так сказать, посетила, Тиверия, и подарила ему яичко, так как была достаточно бедная, она объяснила, что у меня нету тебе богатых подарков, потому что я хоть и благородного, но бедного рода, но я тебе дарю вот это яичко, единственное, что у меня сейчас есть, и говорю, что Христос воскрес. То есть на Пасху она вот такой подарок небольшой сделала кесарю Тиверию, и в ответ услышала, что ну как может кто-то воскреснуть? То есть Тиверий не поверил Марии Магдалине и сказал, ну скорее всего, вот это яичко, которое у тебя в руках, ты держишь, покраснеет. Ну яички-то они белые, да, куриные. Скорее всего, это яичко покраснеет, чем кто-то воскреснуть сможет в нашем мире. Все смертны, да. И на глазах у Тиверия яичко у нее в руках покраснело. Конечно, вот с этого момента у нас такая традиция дарить на Пасху яички. То есть мы каждый раз, когда красим яички на Пасху, мы вспоминаем Марии Магдалину. Как это ни странно, многие об этом даже не знают. Да, Марии Магдалины апостолы проповедовали, а она сам не апостол проповедовала, потому что Господь первый ей явился, воскресший. Ну, из Евангелия, да. Конечно же, мы в Евангелии не читаем про Матери Божию, но, скорее всего, первым, кому явился Господь, это Пресвятой Богородице, да, а потом уже всем остальным. Но из всех остальных жен Мария Магдалин была первой, кому явился Господь. И это мы читаем в Евангелии. Удивительным образом... А нам Магдалина, потому что из... Магдалина, да, это вот сейчас, это как бы имя такое, Магдалина. А на самом деле, это Магдала, есть такое селение, оно сейчас есть в Израиле, его можно посетить. И даже тот источник, при котором она была исцелена, из нее Господь изгнал семь бесов, этот источник и сейчас действующий, можно в нем окунуться, в том числе и мне Господь, так сказать, даровал такую вот возможность окунуться в этом источнике. Это прям берег Галилейского озера, небольшое селение, оно и во времена Христа было небольшим, и сейчас оно небольшое также, селение. Причем есть там два источника, один холодный, другой теплый, то есть прям вот буквально там 27 градусов, то есть термальный источник. И, как правило, паломники и в том, и в другом купаются, потому что какой из них Мари Магдалины, ну, говорят, что вот холодный, да. Но они рядом совершенно находятся, и поэтому здесь по-разному можно это рассуждать. Но вот такая интересная история. И поэтому, так как она родом из Магдалы... Это Галилея тоже, да? Это Галилея, да. Это Галилея языческая, да, как говорили. Такой все апостолы и она оттуда. Все апостолы оттуда, да, из Галилейского озера, с берегов его, и она оттуда. Но она была благородного рода, потому что апостолы были обычные рыбаки, а вот она, опять же, промысел Божий в этом осуществляется, чтобы войти в дом Кесаря, то есть римского цезаря, римского императора, нужен был определенный статус, как и для того, чтобы войти к понтию Пилату. Вот здесь Господь избрал ее для благовестия своему цезарю римской империи, Тиверию. Удивительно. Да, и как мы читаем Евангелие, она страдала тяжким недугом, да, обеснованием. И, кстати, да, вот пока вспомнил, вот эта Магдала, она находится рядом с городком Тивериада, в честь Тиверии, названному. Ее построил Ирод Великий, вот эту Тивериаду, так сказать, вот в услужение римскому Кесарю. И так Тиверий, вот он закреплен сейчас в городе Тивериаде, его имя до сих пор вспоминается. Еще раз, что вопрос? Про ее болезнь. Болезнь у нее, да, была с детства, из Евангелия мы знаем, что семь бесов изгнала, то есть она с детства была бесноватая, и никто ее излечить от этого не мог недолго. И после того, как Господь ее исцелил, она с этого момента была полностью предана Господу, и ходила за Ним везде, и служила Ему, и своим имением, и своими какими-то трудами естественными. То есть, вот как и прочие жены Мироносецы, она везде следовала за Господом, в том числе и у креста стояла вместе, рядом с Пресвятой Богородицей, Иоанном Богословом, и взирала на те предсмертные мучения, которые Господь понес за грехи рода человеческого. Ну, как вот святые отцы толкуют, что она не один раз была у гроба, да, а несколько раз прибегала к гробу. Ну, представьте ситуацию. Вот женщина, которая все время, каждый день была с Господом, да, как Пресвятая Богородица, как прочие жены Мироносецы, они все время были с Господом рядом, и не разлучались с Ним ни на минуту, и вдруг все, его нет. Вот он во гроб положен. Конечно же, неоднократно приходили, тем более там небольшие расстояния, сам город Иерусалим, старый город, он небольшой, и там, ну, в течение, там, нескольких, там, десятков минут можно прийти оттуда, где они жили, к гробу, и, собственно, естественно, любовь к Господу, она влекла и Матери Божией, и Марии Магдалину, и они ночью уже пришли на гроб, чтобы посмотреть, как же там, что происходит, и они пришли как раз после того, как вот ангел Господень отвалил камень от гроба, и сидел на этом камне, и им благовествовал, что Господь воскрес. Это первый раз она была с Пресвятой Богородицей, да? Пресвятой Богородицей, да. Потом они, естественно, увидев ангела, ушли и возвестили это апостолам, апостолу не поверили. Потом Мария Магдалина возвращается с другими женами-мироносицами туда. Второй раз. Опять видит ангела, потом Петру они говорят, с Петром возвращается, потом Петру и Иоанну говорит, и с ним возвращается опять туда, и в один из этих, я уж не помню, в какой из этих приходов, она, оставшись у гроба, те, с кем она приходила, они уже ушли, она осталась сидеть, оплакивать, и тут явился ей сам Господь, чтобы ее утешить. Даже воскли... Она... Она с садовником перепутала, да? Да, она не знала, кто это, да, потому что заплакана, расстроена, и она к нему обратилась как к садовнику, сказал, Господь, если ты забрал его, отдай, скажи, где он, и я заберу его, тело. Он ее назвал по имени Мария, она в этот момент по голосу и по своему имени, она уразумела, что это Господь, и восклинил Рави, то есть учитель. И вот здесь произошла та беседа краткая, что не прикасывайся ко мне, потому что я еще не вошел к Отцу моему, иди к апостолам и скажи, что я восхожу к Отцу моему и Богу вашему. Но здесь, может быть, тоже такой момент, может быть, я как за неверие ее мог не допустить. Первый раз они с Богородицей прикасались к Господу, Господь им позволил, а здесь уже получается, что Господь как укорил ее, наверное, даже. Ну, представь, четыре раза она приходила. Ну уж, вот как ее еще успокаивать? Вот Господь, все, иди и скажи апостолу. Ну уже сколько можно раз-то уже. Это уже такое женское, такое начало здесь явно вырисовывается, такой психологический портрет, что вот пришла-ушла, пришла-ушла, пришла-ушла. Ну, и все мы понимаем, какая любовь в ней была, какое страдание она испытывала. А другие вообще не ходили. А другие разбежали страхи до апостола. Ну вот, тем не менее, она, как это неудивительно, она была благовестницей апостолам. То есть, она с проповедью о воскресшем Христе пришла к апостолам, которые не веровали в это. И много раз приходила, то есть, несколько раз говорила, воскрес, воскрес. Да, и даже, то она прибегала, воскрес, говорим, да, а потом она поняла, что никто не идет на ее слова, и она уже сказала такие слова отсюда. Камень, отвалена гроба там, да, где? Ну, посмотрите хоть, посмотрите. Иди, посмотрите, да, хоть помогите ему, нет, вот в этом, хоть как-то их. Да, и она, наверное, не дерзала войти во гроб, и поэтому она все-таки Петра и Анна сподвигла, и они пришли. Ну, несли Господа, то есть, у нее, ну, видно, что вот во всем этом такое смятение и суета, какая-то такая женская суета присутствует, но через нее мы зато видим, что и апостолы также были к этому привлечены. И, ну, читаем уже в Евангелии, что Иоанн Богослов, он был моложе Петра, он бежал быстрее, но не вошел, только заглянул во гроб. Потом Петр пришел, они уже вдвоем вошли во гроб, и увидели свернутые пелены, то есть ткань, ту самую плащаницу туринскую, которая сейчас хранится в Турине, и отдельно свитый платок с лица, с головы, то есть, это также было в традиции евреев, то есть, заворачивали голову в платочек, сударь такой, а потом еще и все тело тканью оборачивали, а перед этим пропитывали алоем и смирную ткань, чтобы сохранять климат жарки, чтобы тело не разлагалось, а вот потихонечку и сливало. То есть, это все такие традиционные, так сказать, действия над умершим, которые производил Иосиф Римофейский, Никодим, ну и пресвятая в Городице, естественно. Да, а уже четвертый раз, да, Евангелия Марка писает, когда уже солнце, да, взошло, вот, то есть, утром уже святая Мария Магдалина, она уже, наверное, с радостью пошла, те женщины, которые там шли, да, со всеми женщинами, она увидела, что они несут, да, тело и помазывать, но тела-то там уже не было. И она уже сразу, ну иди, посмотрите, да. И опять же, она с ними тебе пошла, то есть, я так понимаю, она использовала каждый случай, каждую возможность, чтобы туда еще раз сходить и убедиться. И же им доказать, показать. И убедиться самой, и рассказать, и все поделиться, и радость, и вот это смятение души, оно прям явно прослеживается в ее поступках и действиях. Ну, конечно же, они тело не нашли, хотя шли по традиции иудейской помазать тело особыми, так сказать, растворами, но из определенных растений сделанных, и, ну, придя, не нашли ничего, увидели ангела, который опять возвестил, что вы ищете живого с мертвыми, он воскрес, и варяет вы, то есть, и встретит вас в Галилее, сообщите об этом апостолу. Галилея здесь, говорится, не та большая Галилея с Галилейским озером, а малая Галилея, которая находилась на горе Елеонской, и там жили все посетители Иерусалима, которые не прописаны были в Иерусалиме, и на ночь им приходилось из Иерусалима выходить, двери его закрывались, города, а они жили вот на горе Елеонской, вот в этой малой Галилее, и, собственно, это гора Елеон, на которой Господь преобразился. Вот, собственно, там он и опять явился апостолом, и преобразился, мы знаем, что это, и вознесся, да, то есть, не Фавор, а Елеон, где он вознесся, и, собственно, там, явившись несколько раз апостолом, он также проповедовал, в том числе и Фоме, апостолу Фоме проповедовал, что вот мои руки, ноги, ощути, вложи персты свои, и не будь неверен, но верен. То есть, вот это все происходило на горе Елеон, в малой Галилее. И здесь ангел так сказал, передай апостолам, что он, Господь, с ними встретится в Галилее. Ну, и после того, как апостолы зашлись на проповедь, Мария Магдалин тоже, да, пошла вместе с ним, помогать им. То есть, мы как выяснили, в Италии она была, да? В Риме. Была она в Италии, да, в Риме. Ей способствовало ее благородное, так сказать, рождение. И, конечно же, иначе бы ее не приняли при дворе, просто бы не допустили туда. И таким образом, пользуясь своим благородством, она проповедовала, ну, так сказать, великим миром всего, князьям, каким-то там сенаторам и прочим римским, так сказать, великим людям. Ну, и в том числе и обычным людям она проповедовала, таким образом, трудясь вместе с апостолами. Ну, и потом, да, как предание говорит, что с апостолом Иоанном Богословом она потом в Ефес, да? То есть, в Малайзиусе. В Ефесе она, да, так как апостол Иоанн Богослов после кончины Престой Богородицы проповедовал в Ефесе, он с собой забрал Марию Магдалину, там она также и скончалась. Другие жены, да, мироносицы? Святая Мария Клеопова, Яковлева и Иосеева. Ну, Клеопа и Иосея, это были братья, сама Мария была дочерью Иосифа Обручника, которая вот замужем была за Клеопой, поэтому Клеопова ее и называют Клеоповой, и чтобы не путят ее с Марией, Магдалиной, да, ее Марией Клеоповой называли, так как замужем за Клеопой была. Она также ходила за Господом, также служила ему, и с детства, конечно же, была знакома, ну, как можно сказать, знакома, они жили в одной семье, можно сказать, Пресвятой Богородицы, потому что дочь Иосифа Обручника, который взял на сохранение Пресвятой Богородицы уже в старости, в своей 80-летнем возрасте, естественно, все его дочери, приходя к отцу, и видели Пресвятую Богородицу, и с ней общались, и знали ее, можно сказать, там, со времени ее взятия в дом Иосифом Обручником, это совершеннолетие Пресвятой Богородицы было. Конечно же, они были такими подругами, и, естественно, они потом Пресвятой Богородице помогали, как Мария, как Иосоламия, как и прочие. Ну, вообще, да, вот если взять всех ближайших людей вокруг Господа, очень многие были родственниками, да, и Господа, и между друг другом, там, и братья были. Ну, даже вот Иаков, брат Господень, то есть это еще один, это сын Иосифа Обручника. Ну, тоже названный, да, брат? Да, но брат не по плоти, а потому что он единственный из братьев, который решил поделиться с Господом тем имением, которое отец разделил между своими сыновьями. Остальные братья отказали Господу в своих имениях. Они говорят, нет, вот он нам не родственник, почему мы должны делиться с ним? А Иаков, будучи праведным таким вот и милосердным, он говорит, а я поделюсь своим имением и разделил свое имение от Иосифа Обручника, ему переданное в наследство. Он с Господом поделился, его с того момента звали братом Господним, братом не по плоти, а по действию, по любви. Это 20-70, да, получается он? Иаков, нет. Иаков, Иоанн. Нет, это два. А как же брат его тогда, как же он не поделился Иоанн? А как же брат Иаков, у него брат Иоанн? Нет, Иоанн, это, Иоанн Богослов, он не был сыном Иосифа, он был сыном Соломии, дочери Иосифа, Обручник. А Иаков, То есть они не родные получается? Нет, Иаков Зеведеев, это вот Зеведеев, это как раз два братья, это Соломия. Иаков и Иоанн, да. А здесь Иаков, брат Господень, это вот Иосифа Обручника, сын. Два Иакова. Вот мы к святой Соломии перешли, вот так вот. Да, так в именах много имен. Ну, Соломия вообще, наверное, в то время было такое очень популярное имя, потому что на странице Евангелия Соломия тоже, ей и там, да, уже с другой стороны Соломия, которая... Ну, это старшая дочь Иосифа Обручника, она также, пресвятой Богородицы, знала с ее момента взятия в дом Иосифом Обручником, и, конечно же, она ей также потом услуживала в дальнейшем и именно ее дети Яков и Иоанн Богослов. Иоанн Богослов был любимым учеником, а Соломия даже хотела, чтобы они сели слева и справа от Господа, когда тот царствование свое, так сказать, восприимет. Ну, тут можно оправдать, потому что она, вроде как, получается, тетя. Ну, все родственные. Она тетя, да, можно ей быть. А они племянники, можно сказать. Да, можно немножечко, да, и поближе, конечно, быть. Ну, вот такое семейное такое какое-то отношение было между ними. Слава Богу, я считаю, это тоже какой-то промысел Божий, потому что Господь не зря избрал этот благочестивый род, потому что он его также отбирал в течение многих тысячелетий, из поколения в поколение благочестивая семья, от благочестивой семьи рождались благочестивые дети, и поэтому этот род весь был избран. Ну, как и род Иоанна Притечи. Или Пресвятой Богородице Аким и Анна тоже. Это же такие, можно сказать, столпы, на которых проповедь христианская, евангельская проповедь утверждалась. Естественно, не случайные люди были рядом с Господом, хотя, 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 Матфей, Матарий, да, он, как бы, по другой причине избран Господом, вот, тот просто по вере, не по близости, не по такому знакомому, так сказать, с детства семейству, да, а просто потому, что вот у него была душа такого вот апостольского характера. Как говорится, с преподобным преподобным будешь, поэтому, так вот, неудивительно, что рядом с Господом, да, люди все вот и спасались. собрались не случайно, да. Ну, и вот жалко, конечно, что Зеведеев больше нигде не слышно, то есть мы как узнали, что братья, да, сыновья его, вот, Зеведеевы, Иакфиоанну, оставили, ушли, и Соломей, получается, мама ушла, а о нем больше никакой информации тут нет. Ну, так остался рыбачить. Мы читаем в Евангелии, что когда Господь призвал Якова и Анна, они бросили сети, и Зеведеев все это оставили своему отцу, а сами пошли за Господом. Мы из этого, так сказать, текста евангельского понимаем, что их отец остался на берегах Галилейского озера до своей кончины и занимался рыболовством, но, конечно, тоже был верующий, также христианин. То есть он закончил жизнь свою не апостолом, а просто христианином, верующим во Христа и, естественно, встречающим каждый раз своих сыновей, когда они с проповеди проходили, в том числе и Галилейское озеро. Еще имя жены мироносица Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирдова. Ну, да, это тоже непростая женщина, скажем так, имевшая определенную власть. Домоправитель Хуза это, ну, если сейчас взять вот как управляющий администрацией президента, например, да, вот, что-то типа такого. Это управитель дома Понтия Пилата и, естественно, у него много власти было в руках, а его жена Сусанна, она стала христианкой и Хуза не смог, я так понимаю, или побоялся, или просто не уверовал. То есть, вот, ко Христу прийти, а его жена пришла ко Христу и служила ему, стала женой мироносица, одной из жен мироносица, которые мы знаем из евангельского текста, которые были призваны к этому. Мало информации и Иоанне, жены Хуза, только перечисляется имя Сусанна, тоже не очень много информации, да, есть. Еще вот есть Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии. Ну, тоже одна из... Много, сколько Марии у нас. Да, я уже, так сказать, сбился. Но, также одна из жен мироносица, которая служила Господу своим состоянием, как это мы читаем в Евангелии. Конечно же, их было еще, я думаю, множество женщин, ходивших за ним, но вот именно этих выделили апостолу, потому что они наибольшим образом послужили Господу и проповеди, и апостолам послужили, то есть они самые близкие были, и именно они, не побоявшись ничего, пришли вот в то утро воскресения Христова, чтобы помазать его тело миром, и именно они первые услышали от ангела благую весть о воскрешении Христа. Других там не было. Еще сестры, которые тоже и Мир, и Мария помазывали ноги Господа, но неизвестно, они были ли как раз... О них не сказано. Не сказано, приходили ли ко гробу, но о них много, конечно, информации, расскажите нам о Марфе и Марии. Но эти жены, они по-другому, так сказать, прославлены. Мы знаем четверодневного Лазаря. Это их брат. Это брат ихний. И Господь, всегда приходя к Лазарю четверодневному, он, естественно, общался и с Марфой, и Марией, и очень любил Лазаря, и его сестер любил. И всегда, когда приходил в Иерусалим, он к ним обязательно заходил. И мы помним, как Господь прославил Лазаря, то есть он его воскресил от мертвых. Он уже четыре дня лежал во гробе, уже смердел. И когда Господь приблизился к этому поселению Вифания, называлось, на горе Леонской находящейся, сначала Марфа встретила Господа, сказала, Господи, был бы ты здесь, не умер бы мой брат. Потом позвала нам Марию, и Мария, собственно, также сказала такие же слова. И вот Господь даже прослезился в виде их скорбь и печаль, через это он, видя любовь к его брату, естественно, он также пошел вместе с ними на гроб и вот воскресил его. И удивительным образом Лазарь еще прожил много лет после этого, только не в Иерусалиме, а его иудеи также договорились убить, это мы читаем в Евангелии, потому что через него огромное количество иудеев веровало во Христа, видя Лазаря умершим, а потом воскресшим. Конечно же, они такого проповедника не могли допустить существования в Иерусалиме, первосвященники, Синедрион весь, и князи евдейские, естественно, они его либо убили бы, но вот как-то Господь допустил, что они его просто посадили в лодку без весел и в море вытолкнули, чтобы ну как бы не убили, но и в живых здесь, вот чтобы его не было в Иерусалиме и в Иудее. Но Божьим промыслом эту лодку Господь принес на Кипр, тот самый Кипр, на который сейчас многие ездят отдыхать, и там он проповедовал Лазарь Четверодневный, и там скончался, стал епископом, скончался, и его мощи святые там почивают на Кипре, всякий, кто туда приезжает, может поклониться, сейчас уж не вспомню, какое поселение, оно и сейчас находится там же, в храме лежит его святое тело, можно поклониться Лазарю Четверодневному, убедиться, что да, вот это не аллегория, это не какой-то вот такой образ, это конкретное историческое лицо, которое жило, умерло, и опять потом воскревшее, еще жило, еще на Кипре был епископом. Да, ну и тоже предание донесло сведение, что и Мария и Марфа, да, они вместе с Лазарем тоже проповедовали там на Аустрии и Кипре. Ну, естественно, он забрал Марфу и Марфу с собой, потому что он не мог их оставить здесь, на что бы они жили, и, скорее всего, их бы тоже убили просто, потому что они не могли не проповедовать, они видели Христа, они очень его любили, они его еще больше любили после воскресения Лазаря, и почитали его, конечно, как Господа, и Сына Божьего, и Мессию, у них не было шансов остаться в Иерусалиме, они также бежали с Лазарем на Кипр, и там уже скончались вместе с ним, и трудились на проповеди, помогая Лазарю в этом. Ну, а Мария, это та самая Мария, которая помазала миром, и своими ногами... За шесть дней до Пасхи, да? она и своими волосами отерла ноги, Господа, да, это вот та самая Мария, которая еще Иуда воскликнул, зачем такая трата мира, а Господь сказал, не трогайте ее, она помазывает меня, готовит меня к смерти, да, мое тело помазывает, то есть это вот, о ней сказано во всем мире будет, и действительно, они все это, так мы теперь знаем. Ну, и была фраза, это в одной из посещений, Марфа всегда была более такая хозяйственная, поэтому Марфа... это самая известная история, Марфа и Мария, которая читается на всех богородичных праздниках, да, вот эта история, и нам больше известно. И, конечно же, Марфа, как всегда, суетилась в стол, там, что-то готовила какое-то по хозяйству, чтобы там накрыть, достойно встретить Господа. А Мария сидела рядом с Господом и слушала, о чем он говорит. То есть даже не обращала на Марфу, на суету Марфы никакого внимания. Марфа несколько оскорбилась с этим, говорит, Господи, да, ну, скажи ей, чтобы она мне помогла, чего же она сидит, ничего не делает-то. Ну, вроде как бы справедливо, да, но послушайте, что Господь ответил. Марфа, Марфа, ты вот о многом думаешь, суетишься, печаешься, да, а Мария благую часть избрала слушать меня, которая у нее не отнимется. То есть Господь предоставил Марфе заниматься суетой, а Марии предоставил заниматься слушанием, вниманием Слова Божьего из уст Христа. Да, и нужно обратить внимание, что не Господь сам ей, да, первый там сказал эти слова, да, ничего не говоря, а когда уже Марфа вот возмутилась, упрекнула, тогда Господь ей сказал, что ропот и возмущение, даже какое-то осуждение здесь присутствует, тогда Господь ее несколько обличил и поставил на место. Ну и в этом моменте евангельском мы всегда видим два служения Господу. Одно внешнее, такое вот суетное, которое тоже, в общем-то, в какой-то степени необходимо, но второе, более высокого призвания, это внутренние служения, которые не от мира сего, что называется, то есть можно это сравнить с монашеством и священническим чином, который в миру находится, то есть священники больше делают как бы внешнего, то есть венчают, крестят, отпевают, служат, а монахи больше внутренне молятся за весь мир, читают молитвы. В этом же мы видим и также такое проображение как бы объяснения служения Пресвятой Богородицы, то есть внешне она носила Господа в своей утробе, кормила его, поила, одевала, то есть все, что матери необходимо делать в отношении к чаду, делала, это внешнее служение, а внутренне она внимала каждому и слово и, как в Евангелии читаем, складывала все, что ангелы говорили, все, что волхвы говорили, все, что сам Господь говорил, складывала все это в сердце своем. То есть в ней совместились два этих служения и это, конечно, идеальный вариант. И мы помним, что Пресвятой Богородицы тоже такой монашеский чин, можно сказать, имела, то есть она была и есть, и будет Девой во веки. И поэтому именно читается на Всебогородочном празднике говорится именно Пресвятой Богородицы вот в этот момент читая про Марфу и Марию. Ну и для нас тоже такой урок, то есть мы должны служить до того момента, чтобы это было не в избытке, если это развлекает нас от молитвы, например. Господь как сказал, что ищите Царство Небесное, остальное все приложится. То есть должна на первом месте стоять не Марфа, а Мария должна на первом месте стоять. То есть суета мирская, вот эти все дела, без них, конечно, не проживешь тоже. То есть они тоже нужны, необходимы где-то, но они должны быть на втором месте. Нельзя их выставлять на первое место, как попыталась сделать Марфа. Почему Господа подошла показать, что она первая, я тут больше что-то делаю, сидит, ничего не делает. А Господь сказал, нет, она вот как раз делает тоже очень большое и нужное дело, слушая меня. То есть здесь мы видим воплощение слов Господа. Ищите Царство Небесное, то, чем занималась Мария. Остальное все приложится, то, чем занималась Марфа. То есть суета и труды, может быть, не обязательно суета, это может быть дела милосердия, какие-то внешние, то есть помощь бедным, нуждающимся, или уход за больными, то есть это внешнее делание, милосердие, делание, тоже нужное, но оно идет вторым за тем, что мы должны сначала возлюбить Бога всем сердцем своим, а потом уже ближнего, как самого себя. То есть возлюбить Бога, то есть это молитвенное, да? Это молитвенное, это дело веры, это дело внутреннего покаянного изменения, то есть покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Вот это внутреннее наше делание, оно основное, остальное все приложится. Мы видим, что все жены служили Господу, чем могли, там имением написано своим, то есть они всегда были с Господом, а чем мы сейчас можем служить Господу? Здесь уже нет с нами. Ну, не уходя далеко от Марфы и Марии, здесь можно также это и привести, то есть мы можем служить Господу делами милосердия, как Марфа это делала, мы можем служить Господу молитвенно, как это делала Мария, мы можем веру и служить просто свою веру внутренне сохраняя в Господа и, естественно, ее проявляя в жизни своей, то есть вера без дел мертва, и когда мы говорим, что мы верующие, но ничего не делаем по вере, ну, мы, так сказать, сами себя обманываем, вера без дел не может находиться, если ты веруешь, ты обязательно что-то делаешь по вере, вот это тоже служение Богу в наше время, когда нет гонений, когда нет каких-то там людей, которые нам мешают, нам даже делают какие-то пакости за то, что мы веруем, как это происходило в апостольские времена, или как это происходило в нашей России во времена гонений на церковь революционных. Да сейчас то же самое на Украине происходит. И сейчас есть места, где также страдают верующие, поэтому мы должны свою веру всегда проецировать вовне в своих делах, но для этого веру нужно сохранить внутри себя в чистоте, то есть когда мы отставим свою веру и говорим, что вот есть символ веры, вот мы на него опираемся, а другие нам говорят, ну есть же и другие какие-то там религии, а почему не сделать какой-то микс, здесь мы должны как раз свою веру отстаивать, потому что мы в ней рождены, мы в ней и умрем, иначе мы будем предателями своей матери церкви, которая нас родила. Это тоже дело веры, дело верности, вот это сейчас тоже очень важно, потому что сейчас огромное количество различных псевдоучений, каких-то ложных, непонятных духовных течений восточного толка какого-то азиатского, чего только нету сейчас, европейского, вот отстаивание своей веры, веры предков, веры, в которой наша Русь святая уже тысячелетия стоит, и наши прапрапрадеды также воевали за эту веру, отстаивание ее, это тоже служение Богу, это тоже необходимо, что собственно и вот мы делали, делаем и будем делать, я думаю, до скончания века, это тот путь, который Господь России предписал, о котором говорил Иоанн Кронштейнский, Русь святая, храни веру православную, в ней же твое утверждение, храни веру православную, это наши труды угодные Богу. Ну да, и даже не только это вот в нашем наследии, да, дело вообще, что Господь тоже получается, если без Господа Иисуса Христа можно спастись, тогда зачем Господь вообще сюда приходил? А его страдания зачем? Зачем вот это все, там, крестные муки, зачем воскрешение? Если можно спастись без Господа, тогда воскресший Христос не нужен, тогда это как бы само по себе, а я сам по себе, то есть он вот сам там спасается, а я сам спасаюсь, значит мы себя тогда уравниваем, ну не мы, а те, кто так думает и кто так говорит, тогда мы уравним себя с Богом, если я сам себя могу спасти, значит я Бог, но если я могу сам себя спасти, то попробуй воскреснуть или воскресить кого-то, ну прежде чем что-то заявлять, ты свои силы-то сразмерь, если ты можешь исцелить бесноватого, если ты можешь исцелить больного неизлечимой болезни, если ты можешь воскресить умершего, тогда что-то как-то говоря, а так таких не было никогда людей, которые могли воскрешать или исцелять, или там бесноватых, или что-то такое, поэтому здесь это все фантазии человеческие, которым надо противостоять, измышления они опираются только на гордость человеческую и на какие-то фантазии, бесовские в основном. Осталось у нас совсем немного времени, три минуты, вот подводя итог нашей сегодняшней передачи. Какие качества, за что Господь избрал почему-то именно этих людей? Я думаю, за цельность их натуры, цельность их личности, то есть они не были раздвоены внутри себя, то есть здесь я такой, а там я такой, они везде были одинаковы, что дома, в семье, что с Господом, вот за эту цельность Господь их избрал и возлюбил и дал им такое послушание, ну и конечно же за послушание Господу, то есть он видел Господь, что они по любви к Нему сделают все, что Он им повелит и пойдут даже до смерти на проповедь евангельскую, ведь все апостолы четко выполнили послушание, то есть они проповедовали Евангелие, там, Фома даже в Индии, Матфея в Африке, там, Петр, там, в Европе, Андрей, там, Черное море и до Валаама дошел, то есть мы, это тяжелейшие труды, представьте, нет ни дома, нет ни денег, нет ничего, и транспорта такого нет, как сейчас тоже, но они все равно понесли эти послушания, Божьи послушания, и поэтому Господь их избрал, видя их цельность, верность и послушность Господу, Его воле. В чем важность верности Господу? Ну, мы же, есть такая фраза, Иоанн, какой меры ты меряешь, такой меры тебе отмерится, если Господь нам верен, вот он сказал, что я дам вам Царство Небесное, но вы должны делать то-то, то-то, то-то. Господь верен в своих обещаниях и ждет от нас верности в исполнении того, что он нам оставил здесь в наследии, в такой новый завет, да, как Евангелий Завет, новый завет, то-то, новое обещание. Вот если мы исполняем, то мы верны этому новому завету, и Господь верен тогда нам и дает то, что обещал. То-то, представьте, вот у нас будущее, мы в Царстве Небесном, да, это же величайшее из того, что мы можем только помыслить себе, но для этого нужно быть верными и соблюдать все, что Господь нам оставил. Конечно же, в этом и есть верность. Ну и верность это постоянство, это целостность, это нету раздвоения какого-то наличности. Здесь я хороший, здесь я другой. Тоже, это все вот внутреннее делание. Та самая Мария. Да, ну если Бог даст, мы с вами о верности еще поговорим в одной из наших следующих передач. Наше время завершается. Мы благодарим вас, с этим именем, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова